За основу мюзикла взят сюжет сказки «Волк и семеро козлят». Автором сценария, музыкальным редактором и режиссером постановки выступила школьный педагог Елена Парамонова. Вдохновившись музыкальными композициями из советского фильма «Мама», она написала свою версию известной сказки. В ней волк-сосед похищает козлят и пляшет с ними на ярмарке. Всех персонажей сыграли ученики с 1 по 11 классы. Главные роли нашей сказки исполняют самые мои любимые ученики, можно сказать, мои воспитанники, в частности Антон Морозов, на которого выпала самая большая доля этой работы. Он практически всю сказку и поет, и танцует, и играет. И также Таисия Труханова, наши два главных героя, наши необыкновенные певцы и артисты. Во время работы над постановкой не обошлось и без сложностей. Все костюмы в буквальном смысле собирали по крупицам. В их создании приняли участие и мамы артистов. А над гримом работала ученица 7 класса. Музыкальная постановка тронула зрителей до глубины души. Они отметили блестящий талант педагога-организатора и превосходную игру юных актеров. Спектакль очень понравился. Самые яркие эмоции, прекрасная постановка, артисты, музыка. Все на одном дыхании смотрели. Мы участвовали в репетициях. Тоже наши детки были артистами. И просто не ожидали даже, что можно получить такое удовольствие от мюзикла школьного. Мой ребенок участвует так, как это первоклассник. Мы еще только начинаем свой творческий и учебный путь. Она у меня участвует первый раз в школьном спектакле. И я поражена, насколько здесь можно раскрыть способности и душу наших детей. То, чего мы не видим дома. Начинающие артисты также поделились своими впечатлениями. Мне очень понравилось выступать. Было, конечно, сложно, но было весело. Мне тоже понравилось выступать, чтобы на меня порадовалась мама. В финале юные актеры исполнили песню о маме, человеке, которому и была посвящена музыкальная постановка. Этот мюзикл был своего рода «Пробуй пера», отмечает Елена Семеновна. Есть еще над чем работать и что улучшать. Несмотря на недочеты, он получил огромный успех. А поскольку следующий год объявлен годом театра, актеры надеются выступить еще не один раз.